всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл это вам класс 8 обычный без приставки про и в этом обзоре я расскажу плюсы минусы и особенности я его потестировал и на нагрев тяжелые игры запускал и на качество фото видео поставил даже google камеру расскажу все плюсы минусы особенности нюансы поэтому приятного просмотра начинаем первое это хочется отметить необычность телефона тем что у него металлическая задняя крышка если еще там несколько лет назад 45 лет назад тот же huawei леново такой бренд телефонах тоже был sony если не память мне не изменяет делали телефон с металлическими крышками либо частично металлическими то сейчас практически такого нет по-моему только еще асу что-то похожее делал среди флагманов я такого не припомню крышка действительно металлическая и в этом есть свои плюсы и минусы первое это телефон практически не скользкий какой стеклянный телефон может так лежать и не съезжать да никакой они все жутко скользкие если носить их без бамперов второе тактильные ощущения от телефона действительно приятные когда его держишь я не знаю как это описать но такая приятная бархат немножко как бархат но лучше чем стеклянный телефон не скользкий приятный отпечатки даже если у вас естественно чистые руки иногда нужно просто брать тряпочку и протирать правда в комплекте идет силиконовый бампер это хорошо конечно можно купить к нему какой-то хороший дорогой бампер но тогда зачем это металлическая крышка кто-то скажет подожди давид может быть тепло на рассеивает эффективно да нифига смотрите после 15 минут игры в pub mobile на максимальных настройках максимально экстремальный здесь ребят 865 дракон естественно по максимуму его использовать после минут 15 нагрев и нагрев был равноверно распределён по всему телефону даже экран нагрелся это не обжигает это не мешает но телефон все равно греется кстати тогда расскажу о батарейке за время игры в тот же pub mobile на максимальных настройках на этом телефоне 29 минут ровно я естественно проверял как раз и на нагрев и на автономность ушло 12 процентов заряда это автономность кстати вот в этом по этому параметру выше чем у сяоми mi 10 у которого расход энергии был больше при тех же условиях mi 10 я снимал несколько дней назад если вы еще не смотрели досмотрите этот обзор и посмотрите обзор на сяоми mi 10 и чуть позже я их обязательно сравню будет очень интересно так вот батарейка 4300 миллиампер при весе 180 грамм за смартфон это хороший вполне показатель экран тут шесть с половиной дюймов чуть больше у меня 16 часов видео при максимальной яркости в режиме самолета максимальная яркость экрана полностью экран закрыт транслируется ави файл там обычно full hd разрешение я так много лет тестирую показатель хорош по автономности я хочу сказать что опять же кто как будет пользоваться но дня на полтора его хватать будет и опять же так же как и сяоми прошлых вам классах это была такая хиллесовая пита автономность батарейки были маленькие реально сейчас 4300 это еще куда не шло сам телефон обладает конечно металлической алюминиевой рамой защитное стекло gorilla glass 5 кстати особо не видно но стекло здесь скошено просто в отличие от того же ми 10 или самсунгов у них небольшая рамочка есть и ложных нажатий с одной стороны вообще никаких нет с другой стороны рамки по бокам экрана присутствует дисплей можно настроить по очень разным параметрам это один из самых гибких дисплеев настройки одна из самых гибких оболочек мы можем не только там стандартные вот это вот световую температуру но и более яркие включить цвета включить мы можем даже при желании включить режим чтения который будет черно-белым не просто убирает синий цвет это мелочь такая но я например книги если на нем читал я бы включал это полезная интересная штука вообще вам классы всегда славились не только ценой когда-то он стоил 500 долларов а вспомним в 2000 каком там он появился когда долго был 30 рублей ребят 400 или 450 ребята он стоил 12 тысяч рублей 400 баксов 12 тысяч рублей реально это был и это были очень небольшие деньги все другие флагманы samsung apple sony все lg все продавали по 1000 долларов этот продавался менее чем за за то же самое менее чем за 500 но это было давно сейчас ценники на них конечно подросли но на данный момент вы можете посмотреть сколько такой вам пас 8 стоит по ссылке под этим видео цены ведут на яндекс маркет на данный момент он стоит там немногим более 40 тысяч минимум по москве с одной стороны это очень много с другой стороны как посмотреть здесь все-таки 865 дракон здесь это настоящий флагман единственно в нем нет водозащиты как и в ми-10 водозащита есть в прошке которая подороже при том существенно в которой у нас аккумулятор чуть больше в которой qd разрешение здесь full hd разрешения вполне хватает 402 пикселя на дюйм ребят ну идеально конечно экран 90 герц можно поставить 60 можно 90 но я уже про него в принципе все рассказал давайте по железу поговорим по оболочке и по камере ну что касается железо тут полком снэпдрагон 865 и добавить мне больше нечего это минимум на три года вперед вы покупаете игровой хороший телефон потому что 845 дракон еще практически не устарел 855 на мой взгляд вообще не устарел а тут уже 865 вышел то есть минимум три года у вас должно все тянуть телефон очень быстрый но раньше у вам паса было одно преимущество это очень быстро работал тот же сканер отпечатка пальца очень быстро работал сам смартфон сейчас это все нивелировалась но опять же я не критикую у меня был вам пла 6 я знаю вам плац я все в принципе тестировал практически там сканер отпечатка который был физически он разблокировал за доли секунды здесь же встроенный в экран сканер разблокирует не быстро по моему других телефонах кое-где сначала даже более быстро разблокировки перелистывание менюшек все это уже в прошлом сейчас все телефоны работают быстро и вам пас этого преимущества нет единственная оболочка достаточно гибко но я опять же не могу сказать что но есть управление жестами есть разблокировка двойным тапом но многие телефоны этим обладают это уже не то преимущество из-за которого стоит купить ван плац ну и конечно долгие обновления и беспроблемная работа но это можно сказать обо всех современных телефонах что касается камер ребят 48 мегапиксель основная камера и она неплохо но не более того на мой взгляд она несколько лучше чем сяоми ми 10 но опять же телефон за 40 с небольшим тысяч ожидаешь какого-то бескомпромиссного качества нет это не google пиксель нет но ничего фотографии опять же насколько это ничего вы можете посмотреть по ссылке под этим видео есть скромненький двухкратный зум и не более есть широкоугольная камера которая вообще не искажает края и есть режим можно кстати не только 12 можно 48 мегапикселей но к сожалению фотографии либо 4 на 3 это старый убогий формат который никому не нужен это полосы остаются просто либо полностью 20 на 9 режима 16 на 9 в стоковой камере нет есть правда для видео режим широкоформатный тоже можно записывать ролики 20 на 9 я скачал вчера вечером google камеру я понимаю что далеко не все будут это делать но я сниму фотографии с google камеры я сам пока их не видел так интересней по той простой причине ребята ну далеко не все будут ставить google камеру плюс все-таки когда вы ставите что-то на телефон то скачиваете только из проверенных источников потому что если вы поставите приложение вы можете занести вирус это конечно немножко по-детски все об этом знают ну как все моя мама об этом не знает она 3 купив такой телефон она точно не поставит google камеру как и многие другие люди поэтому отдельная папочка в ссылке под этим видео с фотографиями будет именно фотографии с google камеры сложите свое собственное мнение я всегда уделяю качество видео повышенное внимание потому что снимаю достаточно много и в прошлом выпуске многие меня не поняли я ведь для вас искренне по-честному ничего не это его я специально показал full hd 60 fps и 4к на сиоми mi 10 картинка дергалась стабилизация работает отвратительно но на 30 fps стабилизация работает хорошо и качество видео несмотря на плохую стабилизацию мне очень там нравится она намного лучше чем в этом ванплассе именно обратите внимание на мои славы не качество фото а качество видеозаписи ванпласс 8 full hd 30 fps стабилизация включена 4к 60 fps ванпласс 8 также стабилизацию пробежимся я не знаю важно для вас это нет но это я тестирую и 2 вам про это рассказываю здесь же качество видео на мой взгляд тоже не не сильно то и хорошая нельзя его назвать плохим средняя опять же снимал я в разных режимах и снимал широкий экран имейте ввиду что не смотрит это странно почему стабилизация не работает на 60 fps не на 4к не на full hd правда она все равно даже без стабилизации лучше чем на mi 10 но все равно оставляет желать лучшего в целом мой вывод по камере фотографии получается нормальными но не более того качество видео тоже нормальные но не более того возможно я придираюсь безусловно это лучше чем на телефоне там за 20000 но этот телефон то дорогой достаточно и ждем от него максимальной производительности все-таки здесь не только флагманский процессом но все остальное должно работать на 5 с плюсом скорее всего все эти фишки отдали просто прожки я и пока еще не видел есть стерео динамики один динамик на боку вот здесь вот снизу а второй в качестве второго выступает разговорный динамик стерео звук хороший но рисковатый мне некомфортно на нем смотреть ролики с ютюба звук очень резкий на мой личный взгляд но опять же уши у всех разные возможно я зря придираюсь разъема для наушников традиционно нет зато есть две сим-карты это не каждый телефон современный может этим похвастаться здесь можно две сим-карты одновременно установить конечно в комплекте есть быстрая зарядка но беспроводную зарядку зажали к сожалению отдали все прошки так же как и зажали водозащиту здесь ее также нет фронтальная камера занимает верхнюю левую часть экрана вот здесь при желании ее можно скрыть и кстати как ни странно я перерыл все настройки телефона я не нашел уведомление на заблокированном постоянно горящие часы на заблокированном экране меня это немножко печалит я не понимаю почему это такая простая вещь которая нужна но ее здесь нет возможно в будущих прошивках это появится давайте тогда подводить итоги первое что хочется мне про него сказать здесь прекрасный по качеству экран с огромным количеством настроек сочный яркий прекрасный амолед экран здесь неплохая батарея 4300 миллиампер здесь великолепный на мой взгляд лучший процессор на данный момент в мире полком снэпдрэгон 865 которого ну просто вам точно хватит очень надолго чтобы вы с телефоном не делали здесь в принципе сносная камера сносная видеозапись и по большому счету критиковать его если только совсем попридираться это то что несмотря на все плюсы вот этого решения металлическая спинка которая действительно очень приятный как бархат какой-то реально но собирающая отпечатки пальцев которые сложно стирать да и все наверное ребят как-то больше не хочется придираться да и незачем в любом случае решать вам я постарался как можно подробнее рассказать про этот телефон и плюсы и минусы и особенности и нагрев и как идут игры и как видео как фото как автономность обо всем покупать его или нет каждый решит для себя сам единственно если вы не смотрели еще обзор нами 10 тоже флагман на 865 дракона ссылкой драконе ссылку я оставлю под этим видео посмотрите если выбираете между ними то можете немножко подождать возможно через недельку я сниму обзор сравнение этих двух смартфонов какой из них лучше они во многом похожи ми-10 и вамплаз 8 на этом у меня все не забывайте оригиналы фотографии всегда лежат под этим видео ссылка на ютюбе канал артстайл также если вам интересно сколько он стоит я оставляю цены на яндекс маркет для вашего города на этом у меня сегодня все я не прощаюсь я как всегда говорю до свидания будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид и не забывайте у меня есть яндекс дзе инстаграм и группа вконтакте где я публикую все новости на что будут обзоры счастливо друзья